Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Разворот». Сегодня мы транслируем ее в записи, но это не помешает вам позвонить к нам в редакцию по телефону 98 46 46 или отправить смс-обращение по номеру 9277-445555 и задать все интересующие вас вопросы, на которые мы постараемся дать обстоятельные ответы. Тема передачи заинтересует, надеемся, многих из вас. Сегодня у нас в гостях риэлтор Сызрани Наталья Владимировна Барышева. Добрый день, Наталья Владимировна! Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, Елена Михайловна! И тема сегодняшней беседы – налоговые льготы при покупке жилья или как вернуть нам деньги при покупке недвижимости. Наталья Владимировна, разные бывают ситуации, при которых люди приобретают недвижимость – квартиру, комнату, жилой дом или часть жилого дома или долю, имеющую отдельный кадастровый номер. Кому-то, может быть, пришлось воспользоваться ипотечным кредитом. Расскажите, что об этом говорит закон? С 1 января 2010 года налогоплательщики имеют право воспользоваться имущественным налоговым вычетом. При покупке жилого дома, земельного участка, доли земельного участка, предназначенную для строительства дома. В данном случае вычет предоставляется только при наличии документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, а также право собственности на жилой объект. И согласно федерального закона от 2009 года, имущественный вычет действует в отношении расходов на погашение процентов, также по кредитам, полученным и израсходованным на приобретение земельного участка с домом. Если житель нашего города или района приобретает жилье по ипотечному кредиту, он также имеет право воспользоваться этим законом? Конечно. Сразу возникает меркантильный вопрос, а какую сумму можно вернуть? Я ссылаюсь также на налоговый кодекс, статья 220, что при покупке любого жилья вы имеете право на возврат подоходного налога. То есть 13%? 13%, да. И максимальная сумма, с которой возможна выплата с 1 января 2008 года, ограничивается 2 миллионами рублей. То есть можно вернуть максимально 260 тысяч рублей. Также я хотела сказать, что если бы жилье было приобретено с использованием ипотечного кредита, то вы можете вернуть 13% со всей суммы, потраченной на выплату процентов. Имеется в виду сумма процентов по кредиту, а не сама сумма кредита. Вот это надо учитывать обязательно, когда вы хотите... Именно процентов по кредиту. Рассмотрим конкретный пример. Для покупки квартиры за 1 миллион 200 тысяч рублей покупатель взял ипотечный кредит. 1 миллион. Какую сумму он сможет вернуть? Он может рассчитывать на сумму возврата с тех процентов, которые он выплачивает по кредиту. То есть там существует определенная процентная ставка, согласно которой определяются проценты. И именно эти проценты будут учитываться при возврате 13% налоговых вычетов. Можно возвратить те 13% даже и с ипотечного кредитования, и с покупки жилья. Потому что многих жителей при приобретении и продаже жилья волнует такой вопрос. Как это сделать, и сможем ли мы сделать, и в каком объеме можем получить ту или иную сумму? В общем-то в том вопросе, который касается ипотечного кредитования, мне кажется, выход достаточно прост. Человек, берущий этот кредит, заранее зная о возможности налоговой льготы, уточнит уже в банке, в котором он берет ипотеку, ту сумму, с которой по закону он имеет право получить эту льготу. А если приобреталось строящееся жилье, что об этом говорит закон? В случае строительства или приобретения неоконченного строительством жилого дома, если стоимость недвижимости не больше 2 миллионов рублей, 13% вычет, также могут быть включены следующие расходы. Во-первых, расходы на разработку проектно-смертной документации, это раз. Потом расходы на приобретение строительных и отделочных материалов, также расходы, связанные с работами и услугами по строительству, то есть достройка дома, отделка дома, и расходы на подключение к сетям, электросетям, водоснабжению, газоснабжению, канализации и так далее. Но общая сумма не должна превышать 2 миллионов, я правильно вас поняла? Да, да, да. Закон говорит о том, что пока сумма ограничивается 2 миллионами рублей, ну, как бы вопрос стоит о том, что эта сумма должна будет быть увеличена, но пока закон не принят, пока только на рассмотрение. То есть уже он рассматривается? Рассматривается закон о том, что надежда есть, что сумма будет не 2 миллиона, а больше, потому как фактические затраты на строительство и на приобретение жилья, то есть 2 миллиона, это уже, будем так говорить, смешная сумма. Ну, для нашего города пока эта сумма является достаточной, но для больших городов в эту сумму уже как бы не укладывается. Ну, вы так уж за всех-то не говорите. Если кто-то приобретает, например, особняк в Уваровке, я боюсь, что в 2 миллиона он явно не уложится. Да, это конечно. До 1 января 2010 года расходы на разработку проектно-сметной документации учитывались в составе имущественного вычета, лишь при строительстве и приобретении жилья. А в отношении отделки приобретенных квартир такого права не было предусмотрено. А с 2010 года налогоплательщики получили возможность применить вычет не только по расходам на отделочные материалы и оплату работы строителей, но и по затратам на разработку проектно-сметной документации. И также на проведение отделочных работ в купленной квартире на рынке вторичного жилья, квартире, комнате и так далее. Именно вторичного жилья. Да. Эти изменения были внесены после 1 января 2010 года. Но если вторичное жилье было приобретено после 1 января 2010 года. В течение какого срока с момента покупки недвижимости покупатель вправе претендовать на налоговую льготу? Предположим, гражданин купил дом год назад. Жил в нем до выхода этой передачи в эфир, не ведая, что его дожидаются его деньги. И теперь, узнав об этом, он спешит их получить, обратившись. А куда, к слову, покупатель недвижимости должен обратиться? В налоговую службу. Наталья Владимировна, в различных условиях оказываются люди, которые надеются воспользоваться правом налогового вычета, в различных ситуациях гражданского подчинения, скажем так, социального статуса. Вот все ли могут воспользоваться данной статьей закона? Данной статьей закона могут воспользоваться, во-первых, люди, которые имеют гражданство Российской Федерации. То есть граждане нашей страны? Это, во-первых. Потом, этим правом можно воспользоваться только раз в жизни. Исключением являются только люди, которые использовали аналогичную льготу по доходному налогу до 2001 года. То есть до вступления в действия определенной главы налогового кодекса, 23 главы налогового кодекса Российской Федерации. И также гражданин, который хочет получить налоговую льготу, должен быть трудоустроен, то есть иметь официальный заработок или иные доходы, которые отчисляют бюджет. А если недвижимость приобретает пенсионер? Пенсионер вправе получить этот же имущественный вычет только в том случае, если у него есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Но пенсия к таким доходам не относится. То есть если пенсионер работающий, то он может получить налоговый вычет в размере 13% от его зарплаты, которую он получает на работе. Только работающий пенсионер? Пенсионер получает имущественный вычет только в том случае, если он работающий. К пенсии к таким доходам не относится. Доход, с которого отчислялся подоходный налог. Следовательно, индивидуальный предприниматель, приобретающий недвижимость, вправе рассчитывать на налоговую льготу? Если на момент обращения в налоговые органы физлицо является неработающим, претендовать на налоговый имущественный вычет можно только при условии, что с момента возникновения права на вычет до момента обращения за ним человек работал или получал иной доход, с которого отчислялся подоходный налог. Вот уж действительно, заплати налоги и живи спокойно. Да, и получи возврат своих 13%. Я хочу сказать, что для того, чтобы получить эти налоговые вычеты, естественно, нужно собрать пакет документов. Но самое первое, что нужно, это свидетельство о праве собственности на приобретаемое жилье. Также на земельный участок, также незавершенное строительство и так далее. И также право на получение при покупке жилья в строящемся доме обязательно нужен акт о передаче квартиры. Если квартира приобретена в общую долевую собственность с несовершеннолетним ребенком, по половине доли у каждого, то родитель вправе получить имущественный вычет за себя и своего ребенка. А если квартира приобретается в общую совместную собственность супругов, и один из которых воспользовался уже имущественным вычетом при покупке другого жилья, то второму супругу предоставляется вычет в размере половины имущественного вычета. Конечно, я понимаю, что нашим радиослушателям очень тяжело это на слух. Нет, отчего же тяжело, если муж с женой приобрели квартиру. Да, ну, своими словами, да, можно сказать так. Приобрели в равных долях квартиру, но муж, например, ранее уже воспользовался налоговой льготой. Что ж, в данном случае правом воспользуется только жена, естественно, в границах 50% от возможной суммы льготы. А если мама с ребенком приобретает жилье, конечно, и свою, и детскую часть налогового вычета получает на руки мама. Нет, все понятно. Вернемся к индивидуальному предпринимателю, покупателю недвижимости. Распространяются ли налоговые льготы на приобретенную коммерческую недвижимость? В данной ситуации налоговый вычет не распространяется на коммерческую недвижимость. Только недвижимость, которая приобретается на приобретении жилой недвижимости и земельных участков. А на коммерческую недвижимость не распространяется налог. Есть ли еще ограничения для желающих получить налоговую льготу? Еще я хотела сказать о том, что сделка купли-продажи квартиры не должна быть совершена между близкими родственниками или за счет средств работодателя и федерального бюджета. Близкие родственники – это мамы, папы, бабушки, дедушки. Если в данной ситуации квартира была приобретена, допустим, дочерью мамы или мамы, допустим, у мужа и так далее, в этой ситуации 13-процентный налог не возвращается. Муж, жена, дети, родители, бабушки, дедушки. Тети, дяди считаются близкими? Тети, дяди, я думаю, что навряд ли. Если одинаковые фамилии, то, скорее всего, это будет учитываться как родственниками, если одинаковые фамилии. То есть какого-то четкого определения в законе нет? Нет. Есть только статья о том, что сделки купли-продажи квартир не должны быть совершены между близкими родственниками или за счет средств работодателя и федерального бюджета. Но федерального бюджета – это как раз сертификаты молодым семьям, сертификаты детям-сиротам. Это средства федерального бюджета. В этой ситуации 13-процентный налог не возвращается. Увы, увы, число поклонников нашей передачи значительно редеет благодаря, в кавычках, вот этим пунктам закона. Но что делать? Закон неумолим. Люди, приобретающие жилье по сертификатам, либо дети-сироты, приобретающие жилье согласно федеральному законодательству, вы подобные налоговые льготы не пользуются. Наталья Владимировна, я прошу вас еще раз повторить. Куда мы должны обращаться за налоговым вычетом? Куда обращаться? Значит, для получения имущественного налогового вычета нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. И лучше это успеть сделать не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, чтобы получить потраченные за год. Если вы в течение 2013 года совершили сделку и хотите получить налоговый вычет, значит, вам нужно это успеть, чтобы получить за текущий 2013 год этот налоговый вычет, вам нужно успеть до апреля 2014 года это подать. Жаль, что ограниченность во времени эфира не позволяет нам общаться далее. К обсуждению ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, мы вернемся в следующих выпусках программы «Разворот» с экспертом-риэлтором Сызрани Натальей Барышевой. Всего доброго, дорогие радиослушатели, и мы обязательно продолжим эту тему, и я буду рада ответить на все ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.